Утром 26 апреля у Знаменского храма служит панихиду. Ежегодно возле монумента защитникам Отечества здесь зажигают поминальные свечи. В память о более сотне красногорцев, ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Три основных направления, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Это прежде всего военные гарнизоны. На Хабинский, это на Академии инженерных войск, для института правильно называется, которое более 147 человек направило. Это ученые, специалисты высочайшего класса, которые там непосредственно занимались ликвидацией последствий вокруг реактора. Траурный митинг на Красной Горке тоже уже традиция. 26 апреля сюда приходят не только вдовы, семьи ликвидаторов и члены объединения «Союз Чернобыль». Слова признательности и обещания помнить звучат от детей, представителей депутатского корпуса и администрации. Мы сегодня низко склоняем головы перед теми, кто действительно первыми шагнули в пламя Чернобыльской аварии. Это пожарные наши, это наши офицеры и прапорщики. Большинство из вас имеет ордена и медали за выполнение своего воинского долга в этот и последующие годы. Спасибо вам огромное за ваш ратный подвиг, за то, что вы сделали для всего мира. Спасибо огромное всем, кто был участником ликвидации Чернобыльской аварии, всем, кто помогал в этой работе. И, конечно, очень важно, что сейчас это действительно признано, что это беда всей нашей планеты Земля. И не дай бог, чтобы это повторялось. 26 апреля 2019 года, в день 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, к памятному мемориалу вновь легли цветы. Позади еще один год, прожитый в мире мирного атома.